добрый вечер добрый вечер друзья вы слышите меня слышал ну наконец но все в порядке тогда тогда мы сейчас начнем тогда мы сейчас начнем урок замечательно сегодня сегодня у нас продолжение продолжение истории про то что случилось после потопа про то что случилось после потопа только я прошу закрыть двери чтобы было тихо закрыли нам двери сейчас у нас будет тихо всем слышно все нормально замечательно сегодня сегодня один мой знакомый вернулся из заграничной поездки и принес мне и принес мне письмо и в этом в этом письме очень очень много теплых хороших слов я тоже вам всем очень благодарен что вы что вы меня слушаете что вы меня все так любите я вас тоже очень очень всех люблю спасибо вам большое и особенно особенно родителям яши которые написали мне такое замечательное письмо весь весь хейдер в котором я работаю днем они тоже очень 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 просили чтобы я им перевел что там написано потому что их зауч привез это письмо это же были за меня очень рады спасибо вам большое спасибо так вот мы в прошлый раз в прошлый раз остановились на том как как ноах как ноах вышел вместе со всей своей семьей из ковчега и стоевы и как он посадил посадил виноградник выпил вина ой 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 что с ним стало он стал пьяный он сделал много много глупостей и злой хам его сын и внук его к нам сын хама они над ним посмеялись так некрасиво они поступили ой 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 а праведные его сыновья шем яфет они уважали своего папу и они и они укрыли его одеялом чтобы он чтобы он не был чтобы он не был у всех на виду в нескромном виде и конечно же конечно же конечно же они получили за это благословение шему ноах дал самое 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 лучшее место на всей земле вы все знаете как это место называется это эрц и сроэль эрц и сроэль она досталась шему но хам он совсем не волновался он решил я в конце концов это это место потихонечку сам или мои мои дети мои внуки или правнуки мы это место потихонечку себе за захватим и действительно когда хам когда хам он уходил из стоевые он сделал очень-очень плохую вещь он своровал вы знаете что он оттуда своровал он своровал прекрасные одежды которые получил ноах от своего прадедушки адама одежды которые дал адаму сам ашем вы знаете чем были удивительны эти одежды те кто читал те кто читал про одежды адама есть отдельная я написал вам отдельную историю про одежды адама тот кто умеет сам читать может сам прочитать тот кто не умеет сам читать может попросить маму папу бабушку дедушку кто у вас есть кто умеет читать по-русски чтобы они вам прочитали про одежды адама на сайте на сайте детский мир есть в продолжениях эта история про одежды Адама. Так вот хам эти одежды из Таевы украл, без разрешения взял. Ноах хотел дать эти одежды праведному шему, а хам их взял себе и спрятал. Ноах искал, где же эти одежды, куда же я их делал. Там столько было зверей в Таеве, много-много-много-много всего было, и еды, и зверей, и людей. И куда-то подевались, он думал, одежда. Он не знал, что хам все это утащил. Хам это спрятал. Потом он дал эти прекрасные одежды своему правнуку. А правнука этого звали Немрод. Немрод, он был сыном Куша, сына Куша, внуком хама. И вот этот Немрод, получивший прекрасные одежды, он решил с помощью этих одежд я всем докажу, какой я сильный. Всем покажу, что я самый сильный на земле, и чтобы все в меня слушались. Вы ведь знаете, что тот, кто надевал эти одежды, все звери боялись его. Все звери сразу садились перед ним, ложились перед ним, подчинялись ему, покорялись ему. Даже страшные волки, даже страшные львы, тигры, слоны, все сразу становились тихими и послушными, когда они видели эти удивительные одежды. И вот хитрый Немрод, он позвал самых сильных людей в мире и сказал им, давайте соревноваться, кто из нас самый сильный, тот, тот и будет царем. Пришли силачи такие большие, сильные, сильные люди, пришли даже великаны, о, какие великаны огромные до небес. Немрод им сказал, кто из вас может заставить слушаться льва? Был один огромный, 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 огромный великан, которого, которого звали Ог. Ог, это было не настоящее его имя. Есть, есть мудрецы, которые, которые говорят, что настоящее его имя было Элиэзер. Но я в точности не знаю, потому что, потому что есть на эту тему спор, как его было настоящее имя. Но все, все привыкли звать его Ог. Почему его звали Ог? Я вам тоже расскажу, но потом, в другой раз. Этот Ог, он был такой огромный, он сказал, он сказал, я могу льва, я могу на него наступить своей ногой и раздавить его. Хе-хе-хе, засмеялся Немрод. Ну, подумаешь, ты его можешь раздавить, а вот ты попробуй заставить его сказать мяу. Попробуй заставить сказать льва мяу. Такого не мог даже Ог. Ог говорит, а ты сам попробуй, сам попробуй, попробуй заставить льва сказать мяу. Немрод надел прекрасные одежды, которые Ашем дал Адаму. Он подошел ко льву, и лев сразу, сразу сел и поджал лапки. Ог ему сказал, ну, скажи, мяу. И лев, страшный огромный лев, сказал, мяу. Так он боялся Немрода в этих одеждах. Немрод позвал слона. Ну-ка, слон, иди сюда. Ну-ка, ну-ка, ну-ка встань на одну ножку и танцуй. И слон огромный с такими бивнями стал танцевать на одной ножке. Увидели это все силачи, увидели это все великаны, и они испугались. Они испугались. Ой, какой-то Немрод сильный, решили они. Все звери слушаются его, все звери, самые страшные звери, боятся его. И все они стали подчиняться Немроду. Немрод сделался у них царем. Он стал собирать к себе все больше и больше и больше людей. Он говорил им, посмотрите, все меня слушаются, и звери, и силачи, и даже великаны, и даже сам Ог. Все меня слушаются, поэтому вы тоже должны меня слушаться, а то я им скажу, чтобы они раздавили вас своими огромными ногами. Какой злодей был. Ой, ой, ой. И они все стали его слушаться. Он стал создавать свое царство, королевство, Немрод. Вместе со всеми людьми, которые стали его слушаться, его подчиняться, он пришел в долину, которая называлась Шин-Ар. В долине Шин-Ар это было очень-очень низкое место. Еще по-другому его потом стали называть это место Бавель, Вавилон, потому что там, в этом месте, потом Ашем смешал все языки народов мира. Бильбелю там, Билель. Так вот, в этом Шин-Аре он решил основать свое царство. Это было очень-очень плодородное место, потому что во время потопа туда смыло много-много-много самой плодородной земли. И вот в этом месте Немрод решил здесь я создам свое царство. А до того там жил потомок потомок Шема. Его звали Ашур. У Ашура была большая семья, у него были дети, у детей были свои дети, внуки, у него были уже правнуки, у него было много-много-много-много детей. И вот Ашур видит, что пришел Немрод и стал всех учить плохим поступкам. Немрод, он стал всех учить поступать плохо, вести себя некрасиво, и даже, даже, даже Немрод говорил людям, что нужно восстать против Ашема, против Творца. Почему Ашем нам будет говорить, что нам делать? Мы сами придумаем, что мы будем делать. Мы не боимся, мы не боимся наказания, мы будем сражаться с Ашем. Ой-ой-ой, что он говорил, чему он учил? Увидел это Ашур, и он увидел, что некоторые из его сыновей стали слушать, что Немрод говорит, и даже некоторые из них тоже начали говорить, может быть, мы тоже будем с Немродом, мы будем его слушаться. увидел это Ашур, он собрал всех своих сыновей, он собрал всех своих внуков, всех своих правнуков, всю-всю-всю свою семью, и ушел из долины Шин-Ар. Он не захотел, чтобы его дети научились дурным поступкам от Немрода и от тех злодеев, которые собрались вокруг него. вы знаете, что, когда злодеи делают свои злые дела, в конце концов, они получают за это что? Наказание. И Ашур, он знал, что, когда злодеи получают наказание, то те, кто сидят с ними рядом, кто живут с ними рядом, у них тоже бывают большие неприятности. я вам расскажу, я вам расскажу, что бывает с теми, кто живет рядом со злодеем, кто идет рядом со злодеем, кто учится от злодея дурным вещам. А, Маршмелло. Маршмелло, вы знаете, этот Маршмелло, он все время любит воровать. Вы представляете, что он стал делать? Он стал лазать в сад к Залману и воровать оттуда яблоки и груши. Каждый день он залезал к Залману в сад и оттуда чего-нибудь тащил. И поскольку это был не его сад, и он был вор, и человек нечестный, ему было наплевать на этот сад. Когда он срывал яблоки, он не срывал их аккуратно. Он ломал ветки, он портил деревья, за которыми Залман ухаживал. И вот этот Маршмелло пришел хвастаться, как он ловко набрал яблок много-много из чужого сада, своровал. «Э, привет!» закричал он Ажделипопонии и Давиду своим соседям. «Давиди? Ажделипопония? Смотрите, сколько яблок я набрал! Сладкие! Я их не выращивал, я их своровал! Хотите посмотреть, как я ловко перелезаю через забор и ворую, ворую яблоки!» Давиди услышал, что Ажделипопония ворует яблоки, он сказал «Ой-ой-ой! Спасите!» и быстро-быстро убежал оттуда, чтобы не быть рядом со злодеем. А Ажделипопония? Ну, как всегда, Ажделипопония он тоже любит глупости. Он говорит «Маршмелло, отдай мне, пожалуйста, тоже одно яблочко!» «Пошли вместе со мной! Я тебя научу воровать, как воруют, чужие вещи берут без спроса!» Ажделипопония пошел с Маршмелло учиться воровать! «Ой-ой-ой-ой-ой!» «Ой-ой-ой-ой-ой!» Они не знали, что Залман хозяин сада. Он уже давно-давно, давно-давно обратил внимание, что кто-то ночью залезает к нему в сад, ломает ветки, портит деревья и ворует яблоки. И Залман, он решил этого вора подкараулить. Он вытащил из забора длинную-длинную крепкую хворостину, палку, и с этой хворостиной он спрятался в кустах. И он ждал, когда вор придет, чтоб хорошенько его побить, чтоб больше не воровал. И вот Залман видит, приходит не один вор, а целых два. Пришли Маршмелло, сожгли Попоний. Маршмелло, он сказал, смотри, как я сейчас ловко залезу на этот забор, залезу в сад и наворую оттуда яблок. Он быстро-быстро, как кошка, забрался на забор и спрыгнул внутрь сада. А, аж Дили Попоний, он стоит и смотрит, а, как здорово он лазает. И вдруг сзади к аж Дили Попонии подходит Залман. А в руке у него что? Хворостина. И этой хворостиной он аж Дили Попоний как дал. Ой-ой-ой, закричал аж Дили Попония. Я-я-я-я, я не воровал, я больше не буду, я-я-я-я, я здесь ни при чем, я только посмотреть пришел. А-а-а, ты пришел вместе с вором посмотреть, как вор ворует? Залман его хорошенько-хорошенько этой хворостиной, этой хворостиной он его хорошенько-хорошенько побил. Ай-я-я-я, это не я, это все Маршмелло, это он меня позвал. А зачем ты пришел вместе с вором? Ой-ва-вой, ой-ва-вой злодею и ой-ва-вой тому, кто приходит вместе со злодеем, кто с ним ходит, кто от него учится. А Маршмелло, он прятался, прятался в саду. Он думал, он думал, а-а-а, сейчас, сейчас Аждели Попония получит вместо меня хворостиной, а мне ничего, ничего не будет, я пока что в саду сижу и прячусь. И вдруг он услышал сзади Маршмелло оглянулся, что он видит, он видит стражевую собаку, которую звали Буки. Буки сказал и показал ему большие зубы. И тут Маршмелло как кошка. Быстро, 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 быстро разобрался на забор и перепрыгнул обратно на ту сторону. А там, на той стороне, его уже ждали. Вы знаете, кто его там ждал? Его там ждал Залман с хворостиной. Он как следует его тоже побил. А-а-а, вот так, вот что бывает с ворами, вот что бывает с теми, кто берет без спроса чужие вещи. Ой-ой-ой, пришли домой, Маршмелло, и аж Дилипопонья. Оба плачут. Ой-ой, кое-е-е, больно, ой-ой-ой, они получили по заслугам за свое воровство. А-а-а, и мама сказала, аж Дилипопонья, запомни, запомни, даже если ты сам не воруешь, а ты только, только находишься рядом с вором, только, только живешь или сидишь рядом со злодеем, то это очень-очень плохо для тебя кончится. Знаете, что нужно делать, когда появляется рядом злодей? Ну, вспомните, что сделал Давиде. Сразу убежал от него, чтобы не быть рядом со злодеем. Вспомните, что сделал Ашур, когда появился Немрод со своими хулиганами. Он сразу собрал, собрал всех своих сыновей, всех своих внуков, всю свою семью и сразу-сразу ушел из долины Шин-Ар, чтобы не получить наказание вместе со злодеями. Чтобы не получить наказание вместе со злодеями. Ах... В те времена все люди говорили на одном языке, все друг друга понимали. Сегодня мы не все друг друга понимаем. Есть те, кто понимают по-русски, есть те, кто говорят на немецком, есть те, кто говорят на английском, есть те, кто говорят на еврите. В те времена был только один язык. И все-все-все-все-все понимали друг друга. Все говорили на лошо-на-кодыш, на еврите. И все были вместе, все были едины. Все дружили друг с другом. Как одна большая семья. Действительно, они были одна большая семья. Они все были детьми Ноаха. И Ноах еще был жив. Он был их дедушкой, прадедушкой, прапрадедушкой. Ноах жил очень-очень долго. В прошлый раз меня кто-то спрашивал, сколько же времени, сколько же лет прожил Ноах. Я посмотрел, Ноах прожил 950 лет. 950. 950 лет прожил Ноах. Он видел своих внуков, правнуков, прапрапрапраправнуков. И все они, все они были одна большая семья. И все говорили на одном языке. И все друг друга понимали. И вот его внуки, его внуки, дети Хама, начали между собой сговариваться. У них же был теперь свой царь Немрод. Они стали договариваться, что бы им такое сделать, что бы Ашем не смог их наказать. Что бы они не рассеялись в разные стороны по всей земле, а что бы всегда они были вместе и смогли бы. не дай бог, не дай бог, не дай бог. Ой, даже страшно сказать такую вещь. Они хотели восстать против Ашема. И Немрод им сказал, давайте построим огромную башню. Много, 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 много этажей до самого неба. Вы знаете, сказал им Немрод. Вы знаете, почему был потоп? Он сказал, вы знаете, Ашем, он, он не умеет, не умеет строить так, как мы. Сказал Немрод. Ашем не умеет строить. Так он им сказал. Он плохо построил небеса. И иногда небеса, они, они наклоняются в сторону. А на небесах, вы знаете, есть много, много воды. И тогда вода, вся вода проливается вниз и заливает весь мир. И получается потоп. Мы, сказал Немрод, построим огромную башню до самых небес, чтобы она подперла небеса. чтобы небеса больше не могли наклоняться. И тогда никогда не будет потопа. Вот какой врун, обманщик. Но я это из-за него уже знаю. Уже знаешь. Наверное, ты читал или тебе прочитали про одежды Адама. Там я тоже упоминаю про эту историю, но не так подробно. Может быть, ты слышал еще у кого-то про эту историю? Как они строили башню, чтобы подпереть небеса. Разве можно подпереть небеса? Ай-яй-яй-яй-яй. На самом деле он просто хотел показать, что он не слушается Ашема, что он не уважает Ашема. Такой злодей был Немрод. И этому он учил всех людей. Ой-ой-ой, были такие злодеи, которые вместе с Немродом согласились, захотели строить башню. Были те, кто были не такие злодеи. Они решили, ну, раз все строят башню, то мы тоже пойдем построим башню. Мы тоже, раз все так делают, то и мы так тоже будем делать. А-а-а, и они забыли. Ой, злодею, и ой тому, кто рядом со злодеем. Всем придется, ой-ой-ой, не сладко. Нельзя быть рядом со злодеем. А-а-а, он пошел строить башню, давайте мы тоже с ним пойдем. Как обезьяны. Обезьяны, они повторяют все за человеком. Человек что-то делает, а обезьяна тоже повторяет за ним. Разве это правильно? Они же люди, они обезьяны, разве можно так себя вести? А были люди, которые не хотели строить. Они просто боялись Немрода и его великанов. И поэтому у них не было выхода, им пришлось тоже участвовать в строительстве башни. И вот они стали строить. Башня поднималась все выше, и выше, и выше, и выше. Немрод и его злодеи, приятели, они забирались на верхний этаж башни и из луков стреляли в небеса. Я, сказал Немрод, попаду в Ашема. Ой-ой-ой, какой злодей. Какой злодей, что он говорит? Ашем, Ашему не страшны стрелы, но Ашему очень-очень неприятно видеть, когда его создание, когда люди, которых он спас, он их спас от потопа, он их не стал, не стал топить вместе с поколением, с поколением потопа. А они, такие неблагодарные, теперь хотят устроить с ним войну и стреляют стрелы наверх в небеса. Ой-ой-ой, Ашем сказал ангелам, мы сейчас спустимся вниз и мы посмотрим, что они там творят. Что, Ашем не знал, что они там творят? Ашем хотел научить нас, что когда судья судит преступников, судья должен спуститься к ним и сам посмотреть, и сам посмотреть все, 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 что, что они творят, все доказательства, что они действительно сделали, а что они не сделали, судья должен сам, своими глазами все это посмотреть и только после этого он может, он может назначить им наказание. Вот Ашем вместе со всем судом небесным, со всеми ангелами, он спустился вниз на землю и он посмотрел, что же делают люди. И Ашем сказал, посмотрите, я дал всем людям один язык, чтобы они понимали друг друга и чтобы они дружили и чтобы они все вместе делали хорошие поступки, а они вместо этого договорились между собой и восстают против меня. Давайте-ка, сказал Ашем, смешаем им все языки, чтобы они перестали друг друга понимать и тогда они перестанут строить свою дурацкую башню. И Ашем, вы знаете, что Ашем ему достаточно сказать. Они думали, один сказал, они сказали, да, терпи, а он принесся лопатой и они начали драться этим лопатой. Совершенно верно, начали драться, все они перестали друг друга понимать, перестали дружить, он говорит ему, принеси молоток, а он ему вместо этого приносит пилу, он ему говорит, подними наверх, а он вместо этого спускает вниз. Вы знаете, что великан Ог, он у них был вместо подъемного крана, он стоял внизу, стоял внизу и поднимал, поднимал огромные камни на 10 этаж, потом он забирался на 10 этаж и оттуда брал эти камни, клал на 20 этаж, забирался на 20 этаж, Оттуда клал на 30 этаж. И вдруг какой-то другой хулиган в него бросил этот камень. Говорит, я не просил тебя камень. Я просил тебя молоток. А если человек падает, тогда они не плакали. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Они так были все, так все хотели поскорее достроить башню до самого неба, что кирпичи были для них важнее, чем люди. Это очень нехорошо. Это очень нехорошо. И вдруг они перестали все друг друга понимать, все стали драться. А вы знаете, что стало с башней? Башня стала опускаться вниз под землю. Стала опускаться вниз, 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 вниз. Сейчас я одну секундочку, я покажу вам рисунок, где мы сможем увидеть эту башню. Где мы сможем увидеть эту башню. Где-то я ее приготовил. Вот она, это Вавилонская башня. Вау! Видно ее? Вот она, эта башня. И эта башня стала потихоньку-потихоньку опускаться вниз. А сверху она вся задрожала и стала сверху разваливаться, разваливаться. И огромный ок. Ой-ой-ой! Он как раз стоял на 30 этаже. Он хотел положить камень на 40 этаж. Ой-ой-ой! Огромный ок. Бух! Упал вниз. Упал вниз и больно ударился. Ой! И все строители, которые были на верхних этажах, и все те злодеи, которые стреляли, стреляли вверх из своих луков, они все попадали с этой башни. Некоторые из них разбились. Некоторые из них получили удары. Ой-ой-ой-ой! Больше дальше они строить не могли. Самые злые злодеи, которые самые первые придумали строить башню, они все погибли. Те, которые пришли строить башню, а мы вместе со всеми, как обезьяны. Вы знаете, в кого они превратились? Они превратились в обезьян. Они превратились в обезьян. Потому что они вели себя, как обезьяны. Они превратились в обезьяны. А те, которых Немрод собрал туда силой, которые просто боялись Немрода и поэтому строили, они все стали говорить на разных языках. И все разошлись в разные стороны и перестали строить башню. Все разошлись в разные стороны и перестали строить башню. Вот что от башни осталось. Одни только обломки. Треть башни ушла под землю, треть сверху развалилась, осталась только посередине треть, и вокруг начали собираться воды. Стало болото, болото вокруг. И потихоньку-потихоньку все это продолжало опускаться, пока через много лет оно совсем-совсем не утонуло в болоте. Вся эта башня, все ее остатки. У нас закончилось наше время. Если у вас есть какие-то еще вопросы, я постараюсь быстро-быстро на них ответить, потому что уже пришло время идти мне во второй класс. Кто меня хочет о чем-то спросить? Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok